Сейчас еще один вопрос о графе Эрк-Мизера. Число независимости. На все это существует число независимости. Максимальное количество вершин, никакие две из которых не соединены ребром. Обозначим это дубль альфа. Число независимости. И можете ли вы мне указать в Кнезеровском графе, который состоит из такого количества вершин, это все k-элементное подмножество n-элементного множества, вот их ровно столько всего, да? Два из них соединены в случае, если эти подмножества не пересекаются. А теперь, что такое число независимости? Это такой набор подмножеств, правильно? Да. Любые два из которых, что делают? Пересекаются. Пересекаются. То есть между ними не должно быть ребра. А у нас нет ребра, это значит, что они пересекаются. Так? Значит, давайте, в случае без всех, все независимости, задача функционируется так. Найти максимально максимально большое по количеству подмножеств. По подмножествам. любые два из которых, что делают? Пересекаются. Пересекаются. Значит, они у нас в график не серая не будут соединены ребром. И вот это и называется независимое множество. Скажите, пожалуйста, можете ли вы указать довольно большое семейство? Такое чинное. Очень-очень понятное семейство. По парням, пересекающихся множества. И сказать, сколько их там будет штук. 2k минус 1. 2k минус 1. Которые оставшиеся чис... Ну, когда мы красили крак-книзеры, у нас остается 2k минус 1 число, которые пересекаются. И мы их красим. Ага. То есть вы думаете, что число сочетаний из 2k минус 1 попадет? Да? Да, любые двои пересекаются. Так. А еще варианты? Это хорошая консульция, да? А еще? То есть, во всяком случае, альфа больше урегано вот это и вы правы. Но есть еще, в между прочим, даже более простой. Придумать семейство k-элементных подможеств любые 2 из которых пересекаются. Можно я подсказку дам? У Лусоцкого такая песня. Ты, Зин, на грубость нарываешься. Помните? Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Какой есть совсем простой способ обеспечить, что любые 2 множества пересекаются? 2n. Что, какие 2n? Не знаю. Что Зина будет всегда. У вас есть n элементное множество. Возьмите какой-нибудь элемент, ну я не знаю, число единичное, или число n, или какое хотите, и скажите, что мы берем все, которые его содержат. Понятно, почему они все будут пересекаться? По нему будут они пересекаться? Сколько таких штук? ну, 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 почему эти хроматическое число? Просто рассматриваем все k-элементные подмножества, множество из n элементов, содержащие единицу. Сколько таких? Надо выбрать k-чисел из n, но единицу обязательно выбрать. По определению что это сочетание. Так, мы выбираем из n элементов k штук, при этом обязательно выбираем не минус. Как это называется? По k-1. Число сочетаний по k-1 из чего? Из n. А? Ну, мы же из всех n выбираем. Не совсем. Если мы единицу обязаны выбрать, то выбираем мы на самом деле не из всех n. А, из n-1? Из n-1, конечно. Господа, если мы берем всевозможные k-элементные множества, содержащие единицу, то и будет конечно в точности число сочетаний с n-1 по k-1. Потому что фактически мы единицу берем сразу, а из остальных n-1 элементов выбираем k-1. Так, теперь надо только понять, какое из этих чисел больше. из 2k-1 по k или из n-1 по k-1. К счастью, это совсем легко. Дело в том, что число сочетаний из 2k-1 по k это то же самое, что число сочетаний из 2k-1 по k-1. Это понятно? Вот это реакция. Да. Выбрать k-элементов это то же самое, что не выбрать остальные k-1. Правильно? k-1 и k они соответствуют друг дужке, когда всего элементов 2k-1. Это одно и то же. Ну, известно, что треугольник по скале на 7000, да? Читаешь? Тоже связано. Отлично. Значит, здесь я могу написать не k, а просто k-1. Хорошо. А теперь какой из этих чисел больше? n-1 или 2k-1? n-1. n-1 больше, потому что n у нас не меньше, чем 2k. Правильно? Ну, может быть, равно, но, во-все-таки, больше не равно вот этого, больше не равно этого. Значит, конструкция эта хоть и правильная, но неинтересная, потому что чаще всего она дает хуже ответ. Но она случайно может дать такой же, если n-1 2k, а во всех остальных ключах ответ у нее хуже. Значит, вот она настоящая цифра. Альфа больше или равно, чем число сочетаний с n-1 по k-1. Так вот, ребята, оказывается равно. Оказывается равно. Ну, согласитесь, это неожиданно и красиво, правда? Это во много раз легче, чем вот эта штука. и поэтому они не связаны так. То есть это совсем другая вещь. И давайте я докажу прямо сейчас вот это вот Раенская, потому что тропологию это все-таки история достаточно, ну, то есть надо знать, что это теория бурст-булама, вот, а здесь это можно рассказать просто вот, на пальцах, и вы поймете. Единственное, для того, чтобы вы это поняли, господа, надо, чтобы вы еще, еще, еще раз вчитались в левую туску. потому что решать задачу не понимая условия, это дело самое последнее. Давайте еще раз для всех повторю быстрое условие, что у нас есть. У нас есть некоторое число их альфа-шкук. Я уже знаю, что альфа больше или равно, чем вот это. Я хочу доказать, на самом деле, что альфа меньше или равно это. Тогда будет равенство. Так? Берем окружность и все числа от единицы до n мы с вами пишем в каком-то порядке. Понятно, что это можно сделать большим количеством способов. Это можно сделать большим количеством способов. Вот где-то там идет 1, 2, 3, 4. Не обязательно порядку. Может быть, как-то, например, n. В принципе, сколькими способами можно на данных n местах расположить n чисел? Ну, вообще-то это н-фотериал, правда? Если разрешить себе прокручивать, то будет n-1 факториал. Ну, давайте просто скажем, что у нас есть n мест вокруг круглого стола, и мы числа от 1 до n на эти n мест пишем. Всего у нас будет n есть n-1 факториалов таких вот замечательных штук. Хорошо? Хорошо. Некоторые из этих множеств у нас будут идти по окружности подряд. вот смотрите, когда есть множество, оно иногда может выстроиться в виде к подряд идущих по окружности чисел. Согласны? Да. Вот. Вот. И вот давайте, что называется, такую штуку мы отметим и будем говорить, что множество выстроилось в виде духи. Такое, в принципе, возможно. Какие-то качества из одного наших множеств могут быть и подряд. Может такое быть? Можно. Но чаще всего, конечно, такого не будет. Но, в принципе, такое может быть. Так? Так. Теперь давайте считать. Некоторое к-элементное множество сколькими способами в принципе может выстроиться в виде дуги? Вот всего у нас способов расположить числа n в тряду. Правильно по-другому? если есть некоторое конкретное к-элементное множество сколькими способами оно может выстроиться в виде к-подряд идущих чисел? На самом деле более-менее понятно сколько способов. Вы должны здесь переставлять эти числа как угодно. Это сколько вариантов? н-к-к-к-к-триал здесь вы можете представлять как угодно это сколько способов? n-к-к-к-к-триал замечательно и еще важная штука. Дуга могла начаться с любого места. Потому что никто не сказал, что дугу надо стоять именно сюда. Согласны? Значит, будет еще n. На картинках каждое конкретное данное n элементное множество проявится ровно столько раз в виде дуги. Поняли? Или уже не понимаете? Представьте, у нас здесь множество числа от 1 до 1. Там есть какое-то конкретное множество. Например, 1-2-3-ка. Мы говорим, что они выстроились подряд в виде дуги. Если они действительно выстроились подряд. Если есть такая прямая, которая рассекает, с одной стороны, от нее эти k чисел, с другой стороны все остальные n-k числа. Так вот, сколькими способами данные k чисел можно так вот расположить на окружности? Ну, во-первых, начало это n вариантов, откуда мы отсчитываем. Во-вторых, и n минус k факториалов, потому что их между собой можно переставлять как угодно. И n минус k факториалов, потому что остальные они можно между собой переставлять как угодно. По-моему, я все понятно объясняю. Но еще учтите, у нас множество k элементное было не одно. у нас их было альфа-штук. Правильно? У нас их было альфа-штук. Значит, я должен не просто написать вот столько, а еще не забыть умножить на альфа. на картинке. Какое максимальное число двух? Вспомните, пожалуйста, любые два пересекаются. Ну вот давайте возьмем простую вещь. Скажем, у нас множество из карнизу. Тогда дуга – это два подряд идущих числа. Вот представьте себе, у вас есть два подряд идущих числа и еще два подряд идущих числа, причем они не пересекаются. Можете ли вы придумать еще два подряд идущих числа, чтобы пересекалось? Как вы считаете? Но они будут просто идти вот так по кругу. Нет, уже не получится. Берете три-четыре, оно не пересекается с одним глазом. Берете вот это, оно не пересекается с этим. Все. Господа, если у вас есть какая-то рука, с какого, сколько может быть их? Потому что это совсем очевидно. Если мы взяли самую крайнюю дугу, то следующие дуги начинаются с какого-то из ее чисел. Ну, и значит, сколько их будет максимум? К. К, конечно. Можно начаться с единицы, с двойки. А если начнешь слишком поздно, то уже все. Уже ускакал туда. Значит, на каждой картинке... А картинка у нас сколько всего? А разве не камер с один? Смотрите. К равнялась двум, у нас были два. Можно было начинать с единицы, а можно было часть двойки. И для кого-то, а можно начать с единицы, двойки скатят. И все хорошо, и пересекаются. Так вот, на каждой картинке дуг максимум к штук. Так, а количество дуг мы посчитали. Значит, какое у нас неравенство? картинок н фатриал. На каждой максимум к штук, значит, надо умножить на к. А на самом деле их вот столько. Значит, какое неравенство? Согласны? У нас всего n фатриал картинок. На некоторых может быть меньше, но больше, чем х, дуг там не может появиться. А всего по факту. Тут вот столько. Значит, у нас получается такой неравенство. Его надо поаккуратнее выписать, и мы все поймем. Значит, для этого надо разделить на n. Получится здесь n минус 1 фатриал. Разделить на k. Здесь получится k минус 1 фатриал. И получится такой неравенство. Альфа меньше или равно, чем n фатриал. n минус 1 фатриал. n минус 1 фатриал. Разделить на k минус 1 фатриал. И на n минус 2 фатриал. Все понимают, что здесь будут шпизики за число? Да. Это число сочетаний из n минус 1 по? К минус 1. К минус 1. Если вы вспомните, что нам нужно было, в кабинаторном рассуждении, просто указав, берем все множества, содержащие единицу, доказали, что альфа больше или равно. Это у нас было, да? И только что альфа меньше или равно. Значит, на самом деле что? Равно.